Здравствуйте, это программа Дефакто в студии Дмитрий Нечаев. Сейчас мы ознакомим вас с рядом небезынтересных и актуальных фактов, ну а выводы вы сделаете сами. Сегодня, пожалуй, кого из россиян не спроси, как вам живется. Большинство уверенно и обреченно ответят, что не Ахтида, и как иначе, мол, кризис же. Доходы упали, запросы тоже скукожились, ипотека у многих в просрочке, ну а рабочие места сократились. А цены-то только растут и растут. Но особенно грустно то, что многие с этим смирились, и ситуация получается, как в известном в последнее время анекдоте. Печально не то, что мы опустились на дно, а то, что многие начинают там обустраиваться. Ну а что же власть? Она по долгу службы с экранов больших телеканалов старается, что называется, держать хвост пистолетом, подбадривать россиян, мол, прорвемся, преодолеем, ведь наше дело правое. Дайте только срок, и все наладится. Вот только зачастую это не вяжется с реальной ситуацией, особенно в регионах. Но и это расхождение между декларируемым и действительно происходящим часто приводит к неловким ситуациям, подобной той, которая недавно произошла с премьером правительства Дмитрием Медведевым в ходе его встречи с крымскими пенсионерами. Его слова о нехватке финансирования были вырваны из контекста, как позднее пояснил президент страны Владимир Путин. Но их тут же подхватили многие СМИ, включая интернет. Пенсия невозможно прожить в Крыму. С пенсиями это отдельная тема. Неправильную инфекция у нас в нашей территории. Убежают нас, не дают 4% дать. Что ж такое 8 тысяч? Это он министер. Пенсиями будем заниматься во стране. Мы не можем сделать только в одном месте пенсию. Впрочем, проблемы с пенсионным обеспечением имеют вполне объяснимую подоплеку. И дело тут не в премьере российского правительства. Напомним, что Минтрут Российской Федерации заявил о снижении реальной заработной платы в 2015 году на 9%. По неофициальным данным, цифра колеблется в диапазоне от 15 до 25%. Следствием подобных изменений становится сужение базы по взносам в российский пенсионный фонд. В результате бюджет Пенсионного фонда России становится дефицитным, и объем недостающих средств в 2016 году вырастет до 1,6 триллиона рублей. А только за прошлый год, по данным вице-премьера Ольги Голодец, россияне недосчитались в накопительной системе пенсий более 200 миллиардов рублей. И вот столь значительную нехватку средств она связывает, в частности, с более чем двукратным падением внутреннего волового продукта за последние два года. И источники компенсации этих сумм пока не определены. А если к этому добавить санкционное давление, снижение инвестиционных показателей, кризис в экономике, то проблемы с пенсиями и зарплатами становятся вполне объяснимыми. Так что же ждать от нынешнего года? 2016 год для россиян может стать самым бедным и кризисным в новейшей истории. Об этом, кстати, заявляют эксперты аналитического центра при правительстве России, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, и Всемирного банка. Впрочем, это подтверждают и наши опросы, проведенные в Твери. Вы ощущаете на себе экономический кризис? На себе, конечно, конечно, конечно. Как это проявляется? Ну, как проявляется? В материальном положении. Пенсия маленькая. Цены растут. Конечно, ощущаешь, потому что, предложили, ну, в смысле, купить я могу теперь поменьше, и приходится выбирать. Ощущаю. А в чем это проявляется? Ну, как. Пенсия стала немножко такая объемная. Меньше стало возможности на эту пенсию приобрести продуктов и вещей. И, кстати, большинство экспертов сходятся во мнении, что уровень бедности в нынешнем году рекордно вырастет почти на 16% и достигнет максимума с 2005 года. Кроме того, в следующем году продолжится реальное падение доходов, зарплат, пенсий и увеличение неполной занятости. В число бедных в ближайшее время могут попасть от 30 до 50% населения Российской Федерации, предупреждают эксперты. Прежде всего, речь идет о детях, пенсионерах и их семьях, а также занятых неполный рабочий день. При этом многие высокие чиновники продолжают списывать на кризис отдельные проблемы в экономике и даже социально-политической сфере. Тогда как истинные причины спада кроются в другом. Проблема носит системный характер. Продолжение следует... В 2012 году в одной из программ «Дефакто» мы приводили данные, согласно которым 15% участников проведенного исследования выражали надежду, что следующее глобальное экономическое потрясение наступит через 15-20 лет. При этом половина экспертов считали, что это случится уже через 5-10 лет, а треть опрошенных предрекали наступление кризиса в ближайшие три года. Как видим, именно они и оказались правы. И сегодняшние бравурные заявления о скорой стабилизации обстановки скорее напоминают попытки выдать желаемое за действительное. По словам помощника президента Аркадия Дворковича, о достижении дна кризиса можно будет говорить только после завершения реструктуризации долгов российских банков и возобновления активного кредитования, что может появиться не раньше осени. Не видит поводов для оптимизма и экс-министр финансов Алексей Кудрин. Он предрек в ближайшие месяцы вторую волну финансового кризиса, которая будет связана с невозвратом кредитов реальным секторам экономики. Мы не стремимся сгущать краски, а скорее действуем по принципу «предупрежден, значит вооружен». А поводов для тревоги, к сожалению, достаточно. Ведь если даже сильные страны с развитой экономикой относительно спокойной политической обстановкой не могут похвастать полной стабильностью и благополучием, то что уж говорить о России, которая и без того сотрясается от природных катаклизмов, техногенных катастроф, а также как от тяжелой болезни чахнет от разъедающей ее коррупции и бестолкового жизнеустройства. Давайте посмотрим, как мы живем сегодня и что нас ожидает в недалеком будущем. Какое место в мировых процессах принадлежит России? Каково наше будущее? Как это ни парадоксально, мир думает о нас гораздо лучше, чем мы сами о себе. Но то, на чем сходится абсолютное большинство опрошенной мировой элиты, у нас есть всего 10 лет максимум на то, чтобы занять достойное место в ряду развитых стран. В противном случае мы безвозвратно скатимся в хвост колонны, которую возглавят динамично развивающиеся государства. Но что может Россия предложить человечеству взамен энергоресурсов? Вопрос непростой, особенно с учетом нынешней модели управления Россией. В сегодняшней России уже почти 70% нефти и газа идет на экспорт. Во времена СССР не более 25-29%. Кроме того, почти все, чем сегодня страна пользуется, создано не нами. То есть почти 20 лет кормят, защищают и содержат государство российское, все то же советское наследие. И при этом Россия, получив за 10 последних лет полтора триллиона нефтедолларов, по-прежнему в аутсайдерах по развитию сети скоростных дорог, отвечающих всем современным критериям. Для сравнения, последние 20 лет Китай строит 5-6 тысяч километров таких дорог каждый год и к настоящему времени обладает второй по величине дорожной сетью после США. Но России эти примеры, видимо, не указ. Она строит за миллиард долларов мост на остров Русский, где живет 3000 человек, и автомобильную развязку на Соколе в Москве за 60 миллиардов рублей. А декларируемое чиновниками намерение жить по-новому, по большому счету, пока остается лишь прожектами. Примером тому может служить работа автотранспортного предприятия, акционерного общества «Тверь Автотранс», которое после отмены поездов до Пеновского и Осташковского районов стало, по сути, монополистом по доставке туда пассажиров. То, как сегодня работает это предприятие, не выдерживает критики. И чтобы не быть голословными, мы предлагаем послушать фрагмент телефонного разговора, в котором туристка, отдыхающая в одном из пансионатов Селигера, пытается заранее забронировать билет из Осташковского района до Москвы. И вот, что из этого вышло. Автовокзал Осташков, да? Да. Здравствуйте. Касса, да? Да. Диспетчерская. А, диспетчерская. А вот нам бы билеты заказать до Москвы, как можно делать? Мы заказы не принимаем, но предварительно покупают только... А как понять, покупают? Прям прийти деньги отдать, что ли? Прям прийти, да. Мы вот сейчас в этой турбазе находимся. А я-то могу сделать, чтобы мне помочь. Ну, а мы, например, мы же с паспортами придем и купим эти билеты прямо на месте, прямо вот по папке. Сейчас не принимается броня. Блин. Мы бронируем билеты. А скажите, а бывают свободные места вот на этот рейс? Он в 10.10 уходит, этот автобус? Да. В 10.10.15.30. Вот нам на 10.10 бывают места свободные? В субботу, в 9 мы поедем. Ну, сейчас бывает, а там я не знаю. А то мы приедем и нет билетов. И что нам делать? Ну, не знаю, позвонимся в пятницу. В пятницу? Да. Как с билетами, чтобы узнать? Так, а если уже в пятницу не будет? Мол, сейчас звоним заранее. Девушка, я вам говорю, мы набранируем билеты. У нас предварительная продажа за 10 суток. За 10 суток продажи. Это надо ехать в Осташков и покупать у вас? Да. А доказательство? Нельзя. Ну, извините, какой-то у вас каменный век вообще. Все дело. До свидания. И такой подход для развития нашей Родины все равно, что приговор. Очень большой процент наших граждан считает, что неэффективное управление страной, в которой не ценится ни богатство, данное природой, ни человеческий капитал, не позволит ей претендовать на мировое лидерство. Ведь сегодня, в отличие от нас, передовые страны строят планы на 10-20 лет вперед. В России же на один, ну, максимум два избирательных периода. Мы уже давно живем политическими циклами. Дальше этого ничего. Конец света. Еще одна проблема. Малая реалистичность и низкая выполняемость рядом магистральных общероссийских проектов. Многим еще памятен провозглашенный экс-президентом Медведевым курс на модернизацию экономики, который так и не был в полной мере притворен в жизнь. Или, скажем, амбициозный проект российского аналога американской силиконовой долины, Сколково, на который были потрачены миллиарды рублей, но ожидаемого эффекта от него пока не видно. Очевидные проблемы, например, с выполнением знаменитых майских указов президента, определяющих направление развития страны до 2018 года. О причинах пробуксовки флагманских российских проектов довольно точно рассказал представитель американской науки в области IT-технологий Лорен Грэхам на проходившем недавно в Петербурге экономическом форуме. Руководители России пытаются провести модернизацию, но, к сожалению, в русле своих предшественников, царей и советских руководителей, они пытаются отделить технологии от социополитических систем. Они говорят, что они поддерживают Сколково, этот амбициозный и дорогой клон силиконовой долины, рядом с Москвой. Модернизация, к сожалению, означает для них получение новых технологий при отказе от экономических и прочих принципов, которые эти технологии продвигают и доводят до успеха в других местах. Им нужно молоко без коровы. И до тех пор, пока остаётся эта политика, научный гений русских людей, которые я так уважаю, останется экономически нереализованным. И действительно, сегодня мы видим, что сложившаяся в стране экономическая ситуация не позволяет в срок и в полном объёме выполнять поручения главы государства со всеми вытекающими социально-экономическими последствиями. Хотя в отчётах чиновников зачастую рисуется довольно позитивная картина и создаются потёмкинские деревни. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Впрочем, президент напомнил об этом кому следует. На обучающем семинаре для губернаторов он призвал глав регионов не закрывать бумаги, а решать проблемы. Нам с вами нужно не закрывать бумаги, а решать проблемы. Я уже говорил об этом на совещании с вице-премьерами. Где обсуждались вопросы реализации указов. И подчеркну, что буду оценивать результаты нашей общей работы и работы любого уровня власти не по формальным отчётам, а по реальным изменениям в жизни людей. Что ж, понятие «работа на результат» похоже сегодня становится девизом и критерием оценки эффективности деятельности властей всех уровней. Первоочередное значение этому придаётся и в преддверии грядущих выборов в Госдуму и региональные парламенты. А главными приоритетами названы повышение уровня жизни граждан, рост финансового благополучия и улучшение демографической ситуации. И действительно, помимо проблем с госуправлением, ещё одна беда современной России – так называемая демографическая яма. И, как следствие, острая нехватка экономически активного населения. А с ним – падение темпов роста экономики. Такого драматического сокращения численности населения, с которым Россия столкнётся в ближайшие 20-30 лет, ни одна страна в мирное время не испытывала. Мы стоим перед тяжёлым вызовом. Судите сами, сейчас в пенсионный возраст входит многочисленное поколение, рождённое в конце 1950-х годов. А ему на смену идёт молодое, очень малочисленное поколение, появившееся на свет в начале 1990-х. То есть большое поколение покидает рынок труда, а малое поколение на него вступает. То есть нас в отдельные годы ожидает сокращение рабочей силы на 38%. И это огромная цифра. В целом до 2025 года Россия может потерять до 10 миллионов человек рабочего возраста. В большинстве российских регионов очень сложная ситуация с демографией. И что касается Тверской области, то здесь у нас тоже немало проблем. Так, численность населения нашего региона за последние 20 лет сократилась на полмиллиона. То есть аж на треть. Если процесс дальше пойдёт такими темпами, то лет через 30 наша область вымрет вовсе. Не мог не обратить на эту проблему внимания и исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игоря Руденя в ходе встречи с депутатами разных уровней, общественниками и представителями религиозных конфессий. Он, в частности, прямо заявил, что ситуация с демографией его попросту ужасает. Мы когда посмотрели статистику, мы просто ужаснулись. У нас отрицательная демография. Ещё пройдёт 5-10 лет, и Тверская область, она вообще с такой территории. Мы первые по территории в ЦФО. Мы более чем в три раза больше по территории, чем государство Израиль. А у нас народ всё убывает, убывает, убывает. И противопоставить этому можно лишь реальный рост благосостояния и уверенность в завтрашнем дне. Социологам давно известно, что всплески и спады рождаемости имеют привязку к уровню жизни в стране и материальному положению семей. Сейчас же, согласно статистическим данным, в среднем по России ежемесячно у семей с двумя детьми после минимальных трат остаётся 28 тысяч рублей. У семей с одним ребёнком 37,5 тысяч рублей. Отрицательная динамика по Тверской области за последние годы выглядит следующим образом. 2013 год, 56 место. Семья с двумя детьми 9,2 тысячи рублей. Семья с одним ребёнком 16,4 тысячи рублей. 2014 год, 59 место. Семья с двумя детьми 7,9 тысячи рублей. Семья с одним ребёнком 16,5 тысячи рублей. 2015 год, 66 место. Семья с двумя детьми 8,6 тысячи рублей. Семья с одним ребёнком 18,7 тысячи рублей. Таким образом, в 2015 году благосостояние тверских семей с двумя детьми было меньше среднего по России в 3,2 раза, а в семьях с одним ребёнком в 2 раза. Неудивительно, что уже в 2015 году стала быстро расти численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. 20,3 миллиона человек или 14,1% от общей численности населения за январь-сентябрь 2015 года. По сравнению с 2014, это на 4,2 миллиона человек больше. По числу бедных, к счастью, мы ещё не достигли уровня 90-х годов прошлого века, но откатились назад очень сильно, что весьма чувствительно для населения. Сегодня, по данным нашего опроса, большинство тверичан отметили рост цен на продукты питания. 60% выделили подорожание коммунальных платежей. Ну как, экономишь на всём, можно сказать. Где-то стараешься подешевле продукты, что-то своими руками приготовить. Я бы очень хотела сэкономить на квартплате, потому что они всё время поднимаются на тариф. И это очень съедает много денег в итоге. И на проезд. Да, транспорт. Не знаю, на одежде. Что может быть ещё? Ну на еде можно как-то сэкономить. В целом же население морально уже стало готовиться к худшему, так как обещанного осенью 2015-го улучшения не наступило. А вместо этого растёт безработица. За 2015-й на 7,4%. Сокращается на 10% заработная плата. И всё это при высоких темпах инфляции. А у пенсионеров ситуация ещё сложнее. Их пенсии индексируются всего лишь на 4% при официальной инфляции за 2015-й год в 12,9%. А работающим пенсионерам вообще перестали индексировать пенсии. Кроме этого, принимаются такие решения, которые ещё больше усугубляют ситуацию. Так, к примеру, в Москве с 1 января 2016-го года серьёзно урезали льготы инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и чернобыльцам. Если раньше, скажем, за электроэнергию льготники платили 50% от стоимости, то теперь эту льготу видоизменили. 50% не от стоимости потреблённой электроэнергии, а 50% от норматива в 45 или 70 кВт-часов в месяц. В зависимости от наличия газовой или электрической плиты. И самое главное, люди пока не увидели факторов, которые бы указывали на перелом, на то, что запущен, наконец, механизм экономического роста. Это привело к обрыву в ожиданиях. Во многом по этой же причине сегодня у россиян никаких других моделей поведения, кроме сберегательной, не просматривается. Изменилась и специфика потребления. Впервые за период с января 2008 года показатель доли пищевых продуктов превысил долю непродовольственных товаров в розничной торговле. Получается, домохозяйство тратит на еду всё больше, а на прочие товары всё меньше. Экономисты свидетельствуют, что это неизбежный процесс при падении доходов. Вопрос в том, насколько он драматичен. Когда доля роста расходов на продукты в общей сумме расходов достигает половины, это сопоставимо, например, с уровнем жизни в Зимбабве. Но мы всё же не в Зимбабве. Россия и по уровню потребления, и по уровню доходов по-прежнему выше, к примеру, Китая. Но эластичность этой модели не безгранична. Нельзя экономить постоянно. Так что текущая ситуация приемлемая, а вот тенденция нет. В сложившейся ситуации, чтобы поддержать уровень благосостояния, необходимо действие двух групп факторов. Первое – это монетарные факторы, то есть необходимость задействовать деньги, которыми располагают граждане. Иными словами, финансы должны работать, а не лежать мертвым грузом. Второе – это работа социальных институтов, которые даже при падении доходов населения могут нивелировать последствия. Например, наладив бесперебойную работу социальных систем, бесплатного образования, здравоохранения, что дает гарантию, что ваши дети будут образованы, а родители – здоровы. Но если социальные институты работают слабо, неудовлетворительно, то население вынуждено платить за качественные социальные услуги своего кармана. А это, по моему мнению, путь в никуда. Поэтому при высокой вероятности падения доходов мощнее должно быть финансирование определенных социальных секторов. Но, к сожалению, судя по утвержденным федеральным приоритетам, решение проблем с демографией откладывается на неопределенное время. Со снижением показателей уровня жизни Россия сегодня стремительно идет в 90-е. В те времена, которые, казалось, уже никогда не вернутся. Об этом говорит и криминогенная обстановка. Так, в 2015 году число случаев мошенничества выросло в стране на 24,6%. В последний раз такой всплеск данных правонарушений фиксировался в 2006-м, когда прирост их числа составил 25,4%. Серьезно увеличилось в 2015-м и число краш на 11,7%. Самый высокий показатель, начиная с 2005-го, когда прирост краш составил 23,2%. Реалии сегодняшнего дня стали и уже, казалось бы, подзабытые уличные перестрелки. Кто-то скажет, ну и что эти 90-е? Ничего, как-нибудь прорвемся. Конечно, как-нибудь обязательно прорвемся. Только очень многие надеялись, что эти времена уже никогда не вернутся. А они, увы, возвращаются. При этом не стоит забывать, что развитые страны не стоят на месте. И пока мы после резкого торможения снова начнем набирать обороты, они уже скроются за горизонтом. Мы же до сих пор, спустя столько-то лет, в сегодняшних бедах по-прежнему виним 90-е. К примеру, в том, что касается структурных диспропорций российской экономики. А ведь, как сказал древнеримский историк Титлирий, прошлое легче порицать, чем исправлять. Вот и порицали, не допуская даже мысли о том, что можем вернуться. А вот подишь ты, возвращаемся. Такая вот гримаса истории. Еще одной вехой, казалось бы, канувших в лету 90-х годов, можно считать сильное расслоение общества на богатых и бедных. В российском обществе всегда существовало расслоение на толстых и тонких. Но не до такой же степени. Недавно российский олигарх Михаил Гуцериев с невиданным размахом отпраздновал свадьбу своего сына. И, по данным средств массовой информации, потратил на это около 10 миллионов евро. Несложно подсчитать, что при средней зарплате в России в 25 тысяч рублей эта сумма равна месячному заработку примерно 30 тысяч человек. То есть доходам населения целого небольшого города. Этот случай далеко не единственный. И не замечать этого стало уже просто нельзя. Власть активизировалась. И давно обещанные посадки все же начались. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. И вот сегодня у всех еще на слуку ряд резонансных историй, героями которых стали первые лица городов и регионов. В народе обсуждается обнаруженная во время обыска в кабинете губернатора Сахалина Александра Хорошавина пишущая ручка стоимостью 36 миллионов рублей. Или история с чиновницей Рособоронсервиса госпожой Васильевой, облегчившей бюджет этой организации аж на 3 миллиарда рублей. Ждет своего разрешения и недавняя история с арестом мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Или коррупционный скандал, связанный с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером, скопившим несколько десятков килограммов ювелирных украшений и владеющим коллекцией элитных часов, стоимость которой определяется в семизначных цифрах. Что ж, как говорится, кому суп жидковат, а кому жемчуг мелковат. Впрочем, жировать подобным образом в России теперь становится небезопасно. На государственном уровне явно прослеживается линия на борьбу с коррупционерами во власти. Во всяком случае, все вышеперечисленные крупные чиновники уже либо понесли наказание, либо ожидают своей участи в местах лишения свободы. И к ним то и дело присоединяются новые фигуранты похожих разоблачений, как это недавно случилось с кировским губернатором Никитой Белых. Остается лишь вопрос, чего тянули? Разве спецслужбы раньше этих нарушений не видели и ждали момента, когда активисты Народного фронта на них укажут? Подводя итог, можно констатировать, что положение дел в отечественной экономике сложное и даже по ряду направлений обоснованно тревожное. У нас, безусловно, масса проблем в плане наполнения бюджета и с эффективностью управления, и с непродуманным расходованием бюджетных средств, и с кадрами. На нашей экономике, безусловно, сказываются и последствия санкционного давления. Но, пожалуй, самый большой урон по-прежнему ей наносит коррупция. Недавно глава счетной палаты Татьяна Голикова, пораженная масштабами бюджетного воровства, привела данные о том, что потери от разбазаривания бюджетных средств в несколько раз превышают убытки бюджета от падения цен на нефть. Ситуация, повторюсь, сложная, но не фатальная. Не надо забывать, что при всем этом множестве проблем у нас по-прежнему имеются и колоссальные ресурсы, которые нужно грамотно задействовать и которыми нужно рачительно распорядиться. Что для этого нужно? Ответ лежит на поверхности. Давайте вспомним основной посыл президента о том, что настало время реальных дел, а не бумажных отчетов. Это сегодня осознают лидеры практически всех политических партий и давно ждет народ, что подтверждают, кстати, наши опросы. Скажите, что вы ждете от власти? Ну, в первую очередь, конкретных дел, то есть не пустых разговоров, чтобы действительно что-то происходило в городе. Прежде всего, эффективное управление, я думаю. У нас для этого все есть. Поэтому должны работать чиновники, а не сидеть без дела. Наверное, надо, чтобы не только в Москве жизнь была, но и в регионах. А для этого правительство должно работать на местах, будем так говорить. Что ж, ответы горожан лишний раз подтверждают, что курс на обновление вызван самим временем и стал трендом стартующей избирательной кампании. Похоже, что за основу своей политики это взял и исполняющий обязанности губернатора нашего региона Игорь Руденя. В первые же дни пребывания на своем посту, заявивший, что от бесконечных заседаний и бумажной волокиты нужно переходить к делу. Напомним, что новый руководитель региона Игорь Руденя начал свое практическое знакомство с территорией с выезда на прорыв теплотрассы. А недавно он показал пример оперативности в решении проблем бизнеса. Буквально в ходе встречи с тверскими бизнесменами. В День предпринимателя в Твери состоялся форум «Бизнес и власть. Откровенный разговор», центральным событием которого стала встреча с исполняющим обязанности губернатора региона Игорем Руденей. Прямо в ходе мероприятия он решил ряд вопросов и дал несколько поручений своим подчиненным для урегулирования проблемных моментов. Один из них – видеовопрос жительницы Вышнего Волочка. Я, Куликова Юлия Алексеевна, являюсь директором магазина по продаже детских товаров в городе Вышний Волочок. Данное помещение мы арендуем с 2000 года. В законном порядке мы обратились в администрацию города Вышний Волочок с заявлением о выкупе данного помещения. Администрация города Вышний Волочок отказала нам в выкупе и передала помещение в безвозмездное пользование фонду Тверца. В Вышнем Волочке о фонде Тверца знают не понаслышке. Следует отметить, что у города огромные долги. И наша арендная плата вносится не в бюджет города, а на счета службы судебных приставов. Мы выиграли суды вплоть до касационной инстанции в арбитражном суде Северо-Западного округа и признали передачу данного помещения в фонду Тверца незаконным. При этом суды всех инстанций прямо указали, что со стороны администрации чинится препятствие для выкупа нами данного помещения. Но на этом администрация города не успокоилась. Чтобы не дать выкупить нам это помещение, работники фонда Тверца с указания администрации Во дворе данного дома положили балки и возвели крышу, говоря, что якобы производят ремонт данного складского помещения. И теперь на суде нам приходится доказывать, что ориендуемая нами помещение – это изолированная площадь, а не часть помещения к этой пристройке. При этом на все работы дано разрешение руководителям комитета по имуществу и начальникам архитектурного отдела. Мы обращались в Минстрой Тверской области. Минстрой даже не выехал на место на проверку. Я думаю, сделаем так. Завтра пятница, рабочий день. Евгеньевич, завтра есть время? Съездь тогда вместе. Вдвоем съездите, ладно? У нас два министра. Спасибо большое, коллеги. Я думаю, мои коллеги съездят, и мы, я думаю, в ближайшее время поможем коллегам в вышлем Волочке решить вопросы, помочь предпринимателям. У нас, правда, министра статистов нет, у нас зато Министерство контрольных функций и Министерство имущества. Люди, я думаю, суперкомпетентные, действительно такие. И, надо сказать, съездили, разобрались в ситуации. Ну, у нас пошло так все быстро, так все оперативно, что в пятницу уже к вечеру было принято решение о выкупе. Официально еще бумаг нет, еще бумаги готовятся, сейчас проводится оценка. И то, что мы целый год боролись, решилось за два часа. Просто поражает, вот людей отрываем от работы, наверное, люди же не просто так сидят в муниципалитетах и работают. Они должны выполнять свои нормальные законные функции. В начале разговора с бизнес-сообществом Игорь Руденя прямо сказал, что в регионе сложилась непростая финансовая и экономическая ситуация. Субъект имеет дефицитный бюджет и уровень государственного долга почти 70% от собственных доходов. И в этой ситуации упор будет делаться на привлечение внешних инвестиций. Более того, несмотря на дефицит финансовых ресурсов, правительство региона будет оказывать бизнесу поддержку, субсидировать сельское хозяйство, промышленность и другие направления. В ходе открытого диалога была поднята еще одна острая тема. Проблемы тверских строителей, которые в кризис недополучают как частные, так и государственные заказы. Игорь Руденя отметил, что ремонтировать дороги и возводить новые мосты, школы и жилые дома необходимо. Но для начала нужно умерить аппетиты подрядчиков. Глава региона сообщил, что его командой был сделан анализ строительной отрасли, в ходе которого вскрылись явно завышенные цены на самые разные объекты. Когда мы начали смотреть сметы, как тут строится все в Твери, сколько стоят объекты, хотели там один мост построить в Осташковском районе, потом хотели трассу отремонтировать, хотели отремонтировать дорогу. Но тут, конечно, цены такие космические на все. Там маленький мост деревянный, я вам честно говорю, как есть, ничего не придумано. Там около Ниловой пустыни отремонтировать 40 миллионов. Что за такие деньги нужно сделать? Потом тут дорогу заасфальтировать, там тоже объявили аж по 200 миллионов. Если вы хотите, чтобы отрасль развивалась, я думаю, что вы должны все собраться, в этих СРО, сколько у вас их, 2, 3, 5, между собой переговорить и сказать, что давайте как-то по аккуратной с ценообразованием. Но если какие-то запросы некорректные или просьбы могут возникать с стороны, как вы говорите, власти, вы смело можете рассчитывать. Но я честно скажу, что мы не в доле. Исполняющий обязанности губернатора заверил Тверичан, что будет внимательно следить за сроками и качеством дорожных работ. Сейчас три четверти дорог Тверской области находятся в неудовлетворительном состоянии. Рост интенсивности дорожного движения и недофинансирование отрасли – вот основные причины сложившейся ситуации. В этом году на содержание и ремонт дорог выделено порядка 3 миллиардов рублей. Кроме того, отрасль получит дополнительные 900 миллионов. Более полумиллиона поступят из федерального бюджета, остальное софинансирует регион. Напомним, 300 миллионов рублей из этих средств пойдут на реализацию проекта путепровода в Чуприяновке. Остальное – на строительство, ремонт и реконструкцию дорог. Значение транспортной составляющей в экономике трудно переоценить, особенно для развития туризма. Нами получены дополнительные средства на ремонт наших региональных дорог в сумме порядка 1,5 миллиарда рублей. Это дополнительные средства, которые нам должны помочь привести в нормативное состояние дороги уже в ближайшее время. Потому что ни о каком туризме, ни о каком развитии не может идти речь, когда ездим по регионам и, знаете, периодически смотрим, мартишиномонтаж расположен так, чтобы надо заехать, чтобы можно было дальше двигаться, проехать через эти ямы. Поэтому абсолютно согласен с моими коллегами и с моими коллегами по правительству, что первая очередная тема – это приведение в порядок наших региональных дорог. Это лицо области. Это лицо. В Московскую область едешь, в них всё нормально, к нам заезжаешь – и началось. А если ещё свернуть на второстепенную дорогу, так это можно… В общем, дальше не продолжаем. Все знают лучше меня. Поэтому в этой связи, как бы сказать, что в ближайшее время мы начнём работы по дорожной сети в городе Твери, в Ржеве, Балагое, Таржокском, Киморском, Вышневолодском, Нелидовском, Алининском и других районах нашей области. Но это не закрытый перечень, мы будем наращивать и наращивать наши возможности. Хотел бы сказать отдельно, что в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным будет восстановлен дорожный фонд, и расходы уже со следующего года на ремонт и содержание дорог превысят сумму, только представьте себе, в 10 миллиардов рублей. Это одна треть нашего бюджета. Поэтому нам очень важно не просто быть к этому готовыми, а очень эффективно эти деньги превратить в качественные километры наших региональных дорог, чтобы покрытие было крепким и надёжным, и чтобы ничего не утащили по дороге, как это иногда бывает. Поэтому ответственность лежит в том числе и на наших депутатах, и на тех людях, которые работают на территории внизу, которые каждый день видят, как происходит этот процесс. И я вас прошу не быть равнодушным к реализации этой программы. Это очень важно. Важными мерами для выхода из кризиса должны стать реформы, повышение здоровой конкуренции между регионами, не только за участие в федеральных программах, но и за инвесторов. Сейчас федеральные власти уже готовят новую систему получения госпомощи. На неё смогут рассчитывать те, кто выполнил определённые показатели по уровню дефицита бюджета и регионального госдолга. Ибо политика масштабирования убытков в России больше не работает. Но при этом регионам планируется дать большую свободу в распоряжении налоговой базы и поощрять развитие несырьевого экспорта. Тем более, что с учётом курса рубля большинство экспортеров сейчас оказались в весьма выгодных условиях. В наших программах мы не стремимся кого-то поучать. Мы просто надеемся, что наши материалы опираются на мнение общественности, представителей реального сектора экономики и вызовут должную реакцию у представителей власти, а также правоохранительных органов. Впрочем, мы не обольщаемся на этот счёт. Наша задача – выносить на общественное обсуждение, анализировать и придавать огласке те процессы, которые имеют место в жизни города, региона, страны. Наша задача – обеспечение участия в этом диалоге, чтобы каждый мог быть услышанным и при необходимости мог получить поддержку. Это была программа «Дефакто», а факты, как известно, вещь упрямая. Делайте выводы и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин